Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашему новому девизу, который здесь нет, мы продолжаем наши совместные лекции вместе с фондом Здоровая Жизнь. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы продолжаем разговор, пускай вас не пугают такие слова, мультидисциплинарный консенсус. Просто мы сегодня будем рассматривать то, как наши предположения находят подтверждение в современных медицинских документах, что такое консенсус, это согласие. Это согласие различных врачей, различных специалистов. Так вот, наши предположения, о которых мы давно говорили, о том, что синдром повышенной эпителиальной проницаемости влияет на нервные заболевания. Синдром повышенной эпителиальной проницаемости кишечника, прежде всего, влияет на нервные заболевания. И вот об этом мы сегодня будем рассказывать. Как всегда, вы можете задавать там вопросы в чате, вы можете писать нам вот на эти адреса или обращаться в фонд Здоровая Жизнь, передадут нам вопросы. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что в журнале кардиоваскулярной терапии и профилактика, это солидный журнал отечественный, напечатан консенсус. Синдром повышенной эпителиальной проницаемости в клинической практике. Мультидисципалитарный национальный консенсус. Огромное количество авторов. Ссылку мы обязательно приведем в описании ролика, чтобы вы могли перейти. Только я вас очень и очень прошу, вы уж пожалуйста, там, я знаю, что многие заходят на YouTube со своего, не с компьютера, а заходят на YouTube с мобильника. Так вот, я не знаю, есть ли там кнопка для скачивания этого самого, если вы хотите скачать этот самый консенсус. Я вот не знаю, есть она, будет ли она высвечена на вашем мобильнике. Но на компьютере она точно есть. Ну, я вас прошу по этому поводу, техническому вопросу, нам, пожалуйста, не пишите, разбирайтесь с этим сами. Так вот, о чем, собственно говоря, идет речь и почему это очень и очень важно. На самом деле, мы сегодня будем с вами говорить о наших предположениях, достаточно давних, о том, что есть некоторые направления в плане профилактики деменции. Еще раз подчеркиваю, профилактика, деменция, они очень и очень важны, и они очень и очень значимы, и на самом деле у нас уже есть средства для того, чтобы заниматься профилактикой деменции. Причем, обратите внимание, мы сегодня будем говорить о двух деменциях. Во-первых, это, конечно, деменция при болезни Альцгеймера. Это самая частая деменция во всем мире, что бы кто ни говорил. Другое дело, что в нашей стране не диагностируется, ну, по определенным причинам. Вы знаете по нашим роликам, что у нас диагностируется такая корзина, я не знаю, мусорная корзина диагнозов, у нас диагностируется хим, хроническая шемия мозга и ДЭП, дисплеерторная эцефалопатия. Ну, в мире, конечно, во всем мире, это болезнь Альцгеймера номер один причина деменции. И вторая причина деменции по значимости, это, конечно, острые инсульты, крупноочаговая или, иначе говоря, макроангиопатия. Ну, вот, если говорить о болезни Альцгеймера, кратко напомню, огромное количество статей на этот счет. Как начинается болезнь Альцгеймера, мы много раз вам рассказывали. Происходит это именно из-за того, что почему-то у нейронов, ацетилхолиновых нейронов, исчезают вот эти самые кальциевые каналы, энхолинные рецепторы, внутрь не заходят ионы кальция. И это катастрофа для двух ацетилхолиновых нейронов, потому что они не могут сообщаться между собой. Ток подходит, межсинаптическая щель, электричество пройти не может. В природе это преодолевается очень просто. И спускается ацетилхолинный эромедиатор, который открывает эти самые кальциевые каналы энхолинные рецепторы, внутрь заходит ионы кальция, меняется заряд нейрона, ток может проходить. Так вот, это всё почему-то нарушается у больных с болезнью Альцгеймера. Исчезают энхолинные рецепторы, кальциевые каналы становятся меньше, нейроны перестают общаться между собой, а ацетилхолин просто подвергается метаболизму. Но дальше происходит ещё более тяжёлая ситуация, потому что из-за того, кто говорит, что из-за того, что нейроны плохо работают, кто считает, что это независимая причина, и вообще, собственно говоря, независимое подгенетическое звено болезни Альцгеймера, там образуется патологический амилоид, такие вот сгустки. И вот этот амилоид тоже наносит кошмарный вред, потому что он не даёт нейрону нормально работать, а следовательно, такой нейрон подвергается апоптозу, то есть нормальной смерти. Наши клетки, вы знаете, что выбраковываются, и вот если клетка малофункциональна, она выбраковывается, также выбраковывается малофункциональный нейрон, где есть амилоид. Ну, на самом деле, амилоид вызывает ещё и воспаление вокруг этой самой бляшки, а вот это самое воспаление ещё больше добивает нейрона. Почему больше добивает нейрона? Ну, просто если бы этого воспаления не было, то головной мозг мог бы до некоторой степени справляться с этим самым амилоидом, потому что амилоид в нормальной ситуации, он из головного мозга выводится. Но воспаление ему мешает это делать. Поэтому, конечно, мы с вами на самом деле всегда будем заинтересованы в профилактике болезни Альцгеймера, потому что лечиться, вы знаете, это крайне тяжело. Поэтому посмотрите, пожалуйста, наши ролики. У нас есть про болезнь Альцгеймера довольно много роликов. И что касается второй основной причины деменции, это сосудистая деменция. Сосудистая деменция без болезни Альцгеймера мы вот специально поискали. Это в Национальной медицинской библиотеке Соединённых Штатов. В три раза меньше статей, но статей достаточно много. Больше тысячи статей во всём мире. Вот почему это, и в чём причина развития сосудистой деменции? Это, конечно же, инсульты. Причём, обратите внимание, чаще всего это повторные инсульты. Слава богу, одного инсульта обычно мало бывает для того, чтобы добить головной мозг. Ну, что же такое инсульт? Я думаю, что каждый знает, что инсульт – это гибель нейронов. Массовая гибель нейронов в том участке, где нарушается кровоснабжение. И, конечно же, вот эти погибшие нейроны воскресить нельзя. Точно так же, как невозможно воскресить нейроны, которые гибнут при болезни Альцгеймера. Поэтому профилактика, профилактика и ещё раз профилактика. Что касается профилактики сосудистой деменции, то есть профилактики, собственно говоря, основной причиной сосудистой деменции – это острых инсультов, ишемических инсультов, которые являются основной причиной формирования сосудистой деменции, то тут на самом деле всё очень просто. Две основных причины мы говорили – это артериальная гипертензия и нарушение ритма сердца, фибрилляция предсердий. Неоднократно мы об этом рассказывали, поэтому сейчас просто кратко повторим. Это есть в консенсусе, но здесь нет ничего нового. Итак, что, собственно говоря, происходит? Происходит очень и очень простая схема. Происходит очень простой патогенетический процесс. В норме у человека достаточно эластичная аорта. И это для него крайне важно. Почему это крайне важно? Потому что часть крови, которая доходит до головного мозга, просто этому головному мозгу не нужна. И есть определенные механизмы, которые позволяют эту кровь забросить обратно в аорту. При помощи так называемых артерий дистальных, которые мышечного типа эти артерии. Там есть мышцы, которые определенным образом могут напрячься и выбросить лишнюю кровь назад. Беда состоит в том, что у людей постарше, еще раз даже подчеркиваю, без атеросклероза, при артериальной гипертензии жесткая аорта. Просто она жесткая почему? Потому что она должна сопротивляться высокому давлению. Вот этого рефлекса не происходит, кровь обратно не сбрасывается, кровь доходит лишнее до головного мозга и просто может механически повреждать клетки головного мозга. Возникает так называемая микроангиопатия, поражение мелких артерий. Дело усугубляется тем, что некоторые артерии в нашем головном мозге, они лишены коллатералей. Вот те, которые артериолы, которые обеспечивают кровоснабжение под корку. В результате вот возникают такие лакуны, проще говоря, дефекты, где нейроны, собственно говоря, погибли. Это вот что касается артериальной гипертензии. И что касается артериальной гипертензии сердца, мы уже много раз об этом говорили, потому что сердцу очень трудно качать. Сердце это насос. При артериальной гипертензии сердце гипертрофируется, увеличивается количество мышечных волокон. И все это доходит до левого предсердия. А в левом предсердии проходят очень важные проводящие пучки, которые проводят возбуждение. В результате проведения возбуждения нарушается. Оно трепещет, фибриллирует это предсердие. Там нарушается ток крови. В результате возникает тромб, который стреляет в головной мозг, и возникает инсульт. Так вот, мы уже неоднократно говорили о том, что для того, чтобы заниматься профилактикой этого самого инсульта, нужно обязательно лечить артериальную гипертензию. Это основное на самом деле и лечение сосудистой деменции. То есть, если у человека возникла сосудистая деменция, он перенес два инсульта, возникла сосудистая деменция, все равно нужно ее лечить за счет того, что вы должны контролировать артериальное давление у этого человека в обязательном порядке. Иначе сосудистая деменция будет прогрессировать. Ну и, конечно, мы с вами говорили о том, что очень и очень хорошими препаратами являются тиозидоподобные диуретики. И считается, что вот многие, например, люди думают, что не надо с них, особенно мужчины, думают, что не надо начинать лечение с диуретиков. Они боятся, проще говоря, мочегонных. Не надо этого бояться. Это современный способ начала лечения артериальной гипертензии. Я бы очень рекомендовал препарат андопамид, который я принимаю сам. Я обязательно сделаю об этом препарате специальный ролик, потому что сейчас новая форма препарата вышла. Об этом расскажу. Так вот, мы вернемся к церебропротекции. Снижение риска инсульта. Обратите внимание, эндопамид, индап на 29%, если монотерапия, снижение риска инсульта. Что такое 29%? На треть. На треть. Вот вы будете принимать этот препарат от артериальной гипертензии и контролировать свою артериальную гипертензию. У вас на треть снижается риск инсульта. Это очень и очень немало. А в комбинированной терапии, обратите внимание, 43%. Что еще очень хорошо в плане церебропротекции, мы уже тоже об этом говорили неоднократно, это, конечно, блокаторы кальциевых каналов, антагонисты кальция, как их еще называют. И среди этих препаратов мы обращали внимание, нитриндепин, непревзойденный лидер в серебропротекции. Потому что риск развития инсульта на 42%, риск деменции на 55% препарат нитримет. Что я еще хотел подчеркнуть, единственный вообще в нашей стране, да и в мире препарат, показано, что этот препарат способен снижать в одном из исследований, способен снижать риск болезни Альцгеймера. Потому что на самом деле болезнь Альцгеймера тоже, конечно, усиливается у людей с артериальной гипертензией. Потому что дополнительная гибель нейронов, она никому не нужна. Может быть поэтому, а может быть еще потому, что это препарат, для которого действительно показано, что нитримет способствует выводу из головного мозга лишнего вот этого патологического амилоида. То есть, обладает и действием, непосредственно влияющим на патогенез болезни Альцгеймера. Так вот, показано, что это единственный препарат в одном из исследований, который снижает риск болезни Альцгеймера. Так что это все к вопросу профилактики. Индап, нитримет. Но теперь у нас есть новые возможности сочетания. Вот мы об этом обязательно будем рассказывать. Это новая форма, я уже говорил об этом. Препарат нитримет, который поделена рисочками. Специально вы можете подобрать себе дозировку. Это очень и очень удобно, потому что, ну вот, с меня, мой доктор, это было много лет назад, он начал сразу с 2 мг эндапа. Теперь можно пользоваться различными дозировками, и их очень и очень легко, потому что таблетку это очень легко поломать. Ну, конечно, нельзя просто так взять и закончить профилактику, потому что у нас с вами появились новые возможности. Они отражены в этом консенсусе, и мы сейчас об этом скажем. Вот какие новые возможности появились, которые закреплены в этом консенсусе в сравнении с тем, что мы говорили. Значит, при каких состояниях нарушается гематенцефалический барьер? Нас часто спрашивают про гематенцефалический барьер. Просят рассказать о гематенцефалическом барьере. Вы заметили, что мы все больше и больше поворачиваемся к этой теме. У нас еще будет скоро ролик про гематенцефалический барьер. Так вот, обратите внимание, при каких состояниях он нарушается. Конечно же, это инфекция, это гипертонический криз. Обратите внимание, это травмы, это инсульт головного мозга, это интоксикация. Так вот, что очень и очень важно. Что вот это нарушение гематенцефалического барьера является с позиции сегодняшнего дня важным патогенетическим процессом, который усугубляет течение деменции. Не важно, о чем мы с вами говорим. То есть, это деменция при болезни Альцгеймера, сосудистая деменция или любая другая. Повышение проницаемости гематенцефалического барьера запускает целый ряд реакций. Вот развивается воспаление в головном мозге. Вот эти вещества, они поступают в кровь, они там вызывают дополнительные патологические процессы, тоже усиливается воспаление во всем организме. Образуются антитела вот к этим неприятным веществам, которые вышли из головного мозга. Гематенцефалический барьер нарушен. Они опять подходят к гематенцефалическому барьеру, нарушают его еще больше. И вот этот вот патологический круг нарушения проницаемости гематенцефалического барьера, так все и крутится. Важным патогенетическим звеном сейчас считается болезнь Альцгеймера. Многих других нервных заболеваний и инсульта, конечно же, является повышенная эпителиальная проницаемость желудочно-кишечного тракта. Что, собственно говоря, происходит? Это барьер. Вот на самом деле два барьера. И желудочно-кишечном тракте эпителиальный барьер, и гематенцефалический барьер, тоже эпителиальный барьер. И устроены они во многом одинаково. Так вот, если нарушается барьер в кишечнике, а он очень часто нарушается, возникает хроническое воспаление в стенке этого самого кишечника. Образуются там различные вещества воспалительные, проникают туда токсины, которые, вы знаете, что у нас в кишечнике живет очень много бактерий. И вот эти продукты жизнедеятельности бактерий попадают не туда, куда нам нужно, потому что плотные контакты между эпителиальными клетками нарушаются. Все это, как это узнать, что у тебя это есть, это жалобы на хроническую усталость, на высыпание на кожу, на боли в суставах, на тревогу, на боли в животе, воспаление в кишечнике. Это синдром дырявого кишечника. И вот дальше вот этот синдром дырявого кишечника начинает сметать на своем пути все барьеры. Уже через час занулин – это очень важный белок, который закрывает плотные контакты, который участвует в плотных контактах эпители. Он добирается до гематоэнцефалического барьера, будучи выпущен в кровоток и открывает, в свою очередь, этот самый гематоэнцефалический барьер. Кстати, нас спрашивают, как это все определить. Есть анализ на занулин, он, в общем-то, доступен. Если занулин повышен, то речь, конечно же, идет о синдроме повышенной эпителиальной проницаемости. Ну и дальше в головной мозг начинают проникать всякие токсины, начинают проникать вот эти продукты воспалений, которые образуются в кишечной стенке. И в результате головной мозг не может очиститься. Помните, мы говорили о том, что воспаление мешает головному мозгу очиститься от бета-милоидов. Это мешает головному мозгу выполнять свою функцию. И фактически ученые сейчас стали говорить о том, что болезнь Альцгеймера, по крайней мере, частично рождается в кишечнике. И самое интересное, большое очень внимание привлекается к липополисахаридам. Вот эти вещества на самом деле являются продуктами жизнедеятельности бактерий кишечника. Как только из-за нарушения проницаемости этого барьера они попадают в кровь, они добираются до головного мозга, нарушен гематоэнцефалический барьер. В результате эти вещества провоцируют воспаление. И вот это все происходит неважно. Инсульт, болезнь Альцгеймера при инсультах тоже нарушается гематоэнцефалический барьер. Все это усиливает некроз, воспаление и кибель нейронов. Поэтому в консенсусе прямо говорится о том, что есть данные, убедительные данные, о том, что синдром повышенной патриарной проницаемости является важным фактором, способствующим развитию и утяжелению различных субстранированных неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и инсульты. И, соответственно, может быть, уже сейчас пора переходить к тому, что такие простые вещества, которые можно контролировать, липополисахариды, цитокины и изонулин, использовать в качестве диагностических маркеров, предположим, болезни деменции при болезни Альцгеймера. И, во всяком случае, надо говорить о том, что следить за этими веществами уже надо, тем более, что такие анализы, они есть. Ну и еще, что говорится нового в этом самом консенсусе, мы тоже об этом говорили, теперь вы видите, это отражено в таком солидном документе многостраничном, там больше 200 страниц написано убористым текстом, как восстановить эти линии обороны. Вот как бороться с этим синдромом повышенной эпителиальной проницаемости, когда у нас с вами плотные контакты, видите, я их специально вытерил, вот эти плотные контакты между эпителими, они нарушены. Когда у нас нарушается состояние слизи, когда у нас нарушается активное кровоснабжение, есть препарат у нас уже, сейчас мы о нем тоже рассказывали, препарат Рибагид, который за счет повышения активности простагландинов способен воздействовать на все вот эти вот три звена защиты эпителиальной проницаемости в нашего кишечника. Ну и что говорить, мы уже несколько раз подчеркивали, что этот препарат хорошо исследован, исследования проводились, люди любят нас обязательно проверить в Японии, ну и что в Японии проводились эти исследования. Надо вам сказать, что в этих многочисленных исследованиях говорится о том, что этот препарат очень и очень хорошо переносится. То есть, на самом деле это очень и очень важно, потому что, ну, мы говорили о том, что в условиях коронавируса иногда очень трудно проконсультироваться с врачом, и, конечно же, препарат, который хорошо переносится и пригоден для самолечения, в данной ситуации очень и очень важен. Ну и показания, обратите внимание, язвенная болезнь желудка с хронической гастритом, повышенная кислотообразующая функция желудка в фазе обострения и разъемный гастрит, предотвращение возникновения повреждений слизистой оболочки на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Ну и сейчас все больше и больше говорится о том, что этот препарат можно будет, наверное, использовать и для профилактики, вот, и болезни Альцгеймера, и для профилактики, дополнительной профилактики, конечно же, развития инсульта и осложнений инсульта. Ну, внутрь по одной таблетке, три раза в сутки запивая небольшим количеством воды. Я думаю, что такие исследования по Рибагиту скоро воспоследуют, и мы с вами обязательно к этой теме вернемся и расскажем вам обязательно о результатах этих исследований. Вы знаете, что мы всегда, когда начинаем эту тему, мы обязательно что-то приберегаем для нашего следующего выступления. Как всегда, в конце я вас очень прошу, пожалуйста, в обязательном порядке подписывайтесь на наш канал, нам это очень и очень важно. Становитесь нашими спонсорами, пишите нам комменты, ставьте нам лайки. Ну и если хотите отблагодарить нас за эту мини-лекцию, пожалуйста, вы найдете реквизиты счета в описании ролика. До новых встреч!